Узловые образования щитовидной железы Врачи университетской клиники Казанского федерального университета имеют большой опыт лечения и наблюдения пациентов с узлами щитовидной железы. Ими применяется малоинвазивная методика лечения доброкачественных новообразований щитовидной железы через кожную лазерную абляцию. Проведение лазерной инвестиционной термотерапии доброкачественных узлов щитовидной железы происходит следующим образом. Пациент укладывается на операционный стол, все здесь стерильно, соответственно мы при помощи аппарата УЗИ находим этот узел и после этого можно уже приступать к проведению процедуры. Сама процедура занимает буквально несколько минут, 5-7. Для проведения процедуры нам нужен лазерный аппарат, вот он у нас представлен здесь. Сама процедура проводится при помощи световода. Вот такой световод. Он у нас гибкий и, соответственно, проникнуть к узлу щитовидной железы он не может. Для этого мы используем проводник. Проводником служит обычная инъекционная игла, примерно вот такого формата. То есть мы сперва иглой проникаем в узел щитовидной железы, после этого мы раздеваем туда световод. Получается вот такая конструкция и уже можно начинать процедуру. Она абсолютно безопасна, потому что проводится под контролем аппарата УЗИ и навредить пациенту практически невозможно. Самым главным условием перед проведением процедуры является наличие у пациента результатов данных функционной биопсии, чтобы узел был доброкачественным. А также размер его не должен превышать 3,5 сантиметров. Если узел крупный, 3 сантиметра и больше, то необходимо проводить больше одной процедуры. Об этом пациент предупреждается и мы проводим процедуру с прерывом в 3 месяца. Делаем процедуру, через 3 месяца контроль на УЗИ и уже от этого результата отталкиваемся и делаем повторную процедуру. Обычно хватает 2-3 процедур, чтобы практически ликвидировать узел размерами 3-3,5 сантиметра. И тем самым мы избавляем человека от необходимости полосной операции на щитовидную железу. Для поддержания здоровья щитовидной железы следует не реже одного раза в год посещать врача-эндокринолога и проходить обследование в профилактических целях. И, конечно же, не бояться болезни и в случае ее обнаружения как можно скорее принять меры по ее излечению. Лилия Талипова, Виолета Басова, Универ Ньюс.